Всем привет! Сегодняшний выпуск для любителей блошиных рынков. Что такое Восток? В первую очередь это базары. Самый большой на постсоветском пространстве блошиный рынок в Ташкенте. Называется он Янгибад. Сегодня буду писать на экшн-камеру. Прикреплю я куда-нибудь вот сюда, на какой-нибудь костыльный механизм. Кого-то от таких базаров воротит, кого-то пугают они до безумия. Ну а нам с Настей нравится туда ездить, прошвырнуться лишний раз, погулять, потому что мы тараканы. Конечно у нас есть цель для прогулки. Мы тут затеяли с Настемкой Ростиком ремонт. Пороха вот тут, тут, тут. Вот небольшое видео, как они ремонтируют нашу комнату. Вот, ну вольчить, когда плохо сходится. Ого, как ужасный он становится. Работай, работай, не отвлекайся. Он жалый? Угу, печеньки отрабатывай. Нам захотелось поставить дополнительно металлическую раковину в ванную комнату. Сейчас отправляемся на Янгибад. Я буду там искать эту раковину, буду искать какие-нибудь полочки, какой-нибудь шкафчик под эту раковину, сантехнику. И посмотрим всякую интересную мелочь. Ну все, давайте, переключаюсь. Абсолютно дикая идея, если честно. Но выбора у меня особо нету. Ну пойдем, поснимаем. Фу, ну и запашок. Осторожно. Может быть окно нам надо будет? Ах, может быть. Так. Здесь у нас окна. Начало? Да. Ну пойдем здесь. Мне просто нужна сразу сантехника. Сантехника? С той стороной. Здесь как-то пройдем, будет одежда, всякая фигня, где мы велосипед брали и так далее. Вот, смотри, окна. Вот окна. Первый раз, вот, смотри, окна. Стрепка от нас. Но здесь, получается, они не кастомные, ты просто подбираешь себе один из размеров. Да, и кирпичом закладываешь. Точно, я думал, почему здесь кирпичами-то все время закладывают окна по бокам. Подбираешься. Они, видимо, покупают здесь, а потом остальное закладывают кирпичами. Отталкиваются от оригинального размера окна. Точнее, от покупного. Красота. Сегодня народу вообще нету. Можно прям гулять, дышать свободным воздухом. Ой, как хорошо. Ветерочек, тепло. Так, увидишь массажные столы, тоже мне скажи. Значит, раковины, шкафы под раковину. А, что там еще было? Вот сегодня вот такую тележечку базарную с собой взяли, чтобы потащить. Здесь ездят поезда. Вот, видишь, здесь рельсы внизу. О, и, кстати, таз надо купить для полоскания одежды. Попугаи. Есть, есть. Они просто весь слопали, весь съели. Вот, смотри, самолет летит, ростик. Низкая, как видишь. Вот так. О, кастрюльки. Чугунчик. Красота какая. Петки. А это для чего интересно? Не знаю. А петки у вас почем? Такие. А вот. Красные? Да. Ты сейчас не читаешь? 30. Она работает. Она работает, да? Это духовка, да, электродуховка? Да, которая у нее вон. Ну, да, там вон. Сейчас там все она. О, а это, слушай, это у меня у бабушки вот такая была. Вот такая вот у бабушки. Это скороварка, по-моему. Да, это скороварка. У моей мамы точно такая же тоже была. А что в ней готовят, я забыл. Мясо варят. Чтоб побыстрее сварилось. Давненько таких не видел. С этой печки 1050 соргануть? Ты почти пешку, а с другом говорят. 250 тысяч. Машиночки. Настенка все спрашивает про учебники. По конструированию шутил. А, духами пахнет хорошо. Ну, как тебе вариант ролевых игр? Да, ты уж найди мне. Разбила мне крышечку. А, вон там, кстати, птичеринок. Вон там всякие кролики. Петухи. Кролики. Дики. Немал только интересы с петчанами. Да. Но меня больше интересуют вот эти... А это петухи. Петухи. А, они привязаны? Да, они. Классно. Ммм, запах как в деревне. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 нашего третьего TerimaTorzok ДимаTorzok Шикарный. Отмоем его, и будет у нас антикварный, керамический, оригинальный, аутентичный узбекский чайник. Да, святой водой побрыгаем, перед кипятим и успеем. Вон микроволновочки. Нет, ну у нас сейчас некуда уже ставить духовку пока, подожди с этим. О, там еще. Пойдем там посмотрим. Пойдем. Так, Ростик, тебе задание. Ростик, иди сюда. Ростик, ты куда пошел? Понятно. Пойдем в тенечек, зайдем. Может, как раз тут цыгане твои будут, которые тебе продали такое прекрасное платье. Тут пуговка оригинальная или ты пришила? Да, оригинальная. Оригинальная пуговка даже вот эта. А, нет, здесь пространство было, похоже. Если бы не такие нужные болезни, типа грибок стату, можно было и перешлить по какой-нибудь фирмой. Ого, ничего себе, какой гигантский рынок. Да, цейклинга. Ого, слушай, мы здесь еще не были. Ого, нет. Я и не знал, что он здесь тоже идет. Вау. Просто гигантский блошиный одежный рынок получается. С этой стороны. Они прям разбирают здесь и ее и продают. Мы прям с тобой охотники за чем-то интересным, да? За сокровищами. За сокровищами. Ну вот, машинка для считания бабла, например. Монитор. Флетрон. У меня первый монитор был флетрон, только пузат, а это уже тонкий. Современная техника. Машинка. Для меня машинка. Машинок у тебя. Сколько? 36 штук мы считали, да? Угу. Ничего, тебе надо 37-ю? Угу. Розовый чумодан. Круто здесь. А, как здесь круто. Как здесь круто. Сервис. Это только начало. Это самая первая улица вообще. Этого огромного рынка. Вот, кстати, раковина. Но она слишком большая для нас. И что-то помятая маленькая. Хотя нам-то чего? Мы выпрямим. Найдем, как замазать углы. Ну, там какое-то здание. Смотри, интересное. А, это вот составы поездов вот здесь. Здесь поезда ездят. Что-то мы выкидываем с тобой. О, пеноплат, пожалуйста. Бесплатно лежит. Холодильники. Погружные какие-то холодильники. Что, мы поверх пойдем? Холодосы, холодосы. Задние наклеечки только можно такой купить. Диски. О, ботинки Гуччи. Ну, прям настоящие Гуччи. Ну, скорее всего, не осталось, но все равно прикольно. Там пацаны отдыхают, вообще кайфуют. Вот, кстати, роутер, вот как у нас дома. В России. Ты трогай, положи на место. Это что? Это телефон. Это раньше такие телефоны были, Ростислав. Музыка, светошь, я боюсь. Чтобы магнитофон с музыкой запитать. Пойдем по лестнике здесь, спустимся. Вот здесь, где-то под этим деревом мы купили Насте два платья. За 20 тысяч два или за 20 тысяч каждое? За 20 тысяч каждое. За 20 тысяч каждое. Ну, вот одно. Подошло, одно не подошло. Ну, да. Ну, да, вот поглядите. Вот, Настена оделась на Янгеброде. Кроме вот этих кроссовок за 120 долларов пумовских фирменных. Ну, кстати, рюкзак тоже откуда? С Валберриса. С Валберриса? Самое главное, это вот нести в руках вот эту тележку рыночную, базарную. Бомж тележку такую, чтобы тебя никто не принимал за буржуя. Вот, а то, если только с камеры идти в нормальной одежде, в такие закоулочки вечерочком лучше не заходить, не заглядывать. Вот, ну, хотя бы такую тележечку вот с тобой вот надо брать, чтобы прибедняться маленько. Как бы это, отбивать запах, так скажем, хороший от тебя. Я прям как патрульный с этой камерой. А вон написано, видите, все снимается на камеру. Это как раз они про мою камеру говорят. Пылесосики. О, наш пылесос, как у нас дома. 1600 ватт, а у нас 1800 ватт, по-моему. Вот 1800 ватт Самсунг. Это замечательный, на самом деле. Одни из лучших пылесосов. Простые в использовании, мощные, непривередливые. Вообще, все засасывают. Ех ты, что тут перестраиваю, смотри, какая красотища. О, железки начались. Немножечко. Инструмент, мой любимый инструмент. Вай, 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 вай. Замаченная. Хорошо, очень хорошо. О, лонгборд вообще он, смотри. Обалдеть, слушай, лонгборд. А, но его, его восстановили немножко. Вот, на него бы эту наклеить наждачку, да. И, в принципе, щипокки. Так, ну-ка, подержи-ка, посмотрим. Ну, он детский, конечно, со светящимися колесиками. Ну, что, кататься-то можно. Fish Shape. А сколько такой стоит? 120. Оп, Рахмат. 120. Ух ты. Лазерный нивелир. Девольт. Ну, Макита. Я, конечно, сомневаюсь, что это оригинал. Так, там еще есть. Мы туда вообще никогда не ходили. Мы там ни разу не были. Не были, а что там все такое? Все, по кругу пойдем? Нет, свет горит. Да? Да. Вау. Это не только такой. Да. Жутенько? Да. Пугалась? Обычно здесь вот эти ряды тоже заполнены. Сегодня будет ни день, ни выходной. Зато народа нет. Вот эти броняхи в складах открываются. Там какой-нибудь антихвариат продают. Мой тесть будет доволен. Ну, это просто рай радиолюбителя. Ой, дяденька тяжелый, как несет. Нашла свой? Да. Антихвариат. Нет, это другой вход. Это другой вход. Вау, камера-то какая. Ой, извините. Наступил в ловушку. Ой, простите. Надеюсь, она не умрет от обезвоживания. А, вот они, песики. Я вас не напугал. Маленькие. Песики. Да, слушай, золотая. А там все не закрыто. А мы потому, что в будний день пришли. Ну что, ты книжку свою нашла? Трудно. Ну, это же енги-вод. Здесь обязательно должно быть. Енги-бат, енги-вод. Спасибо, до свидания. Жалко, там, конечно, основные отделы закрыты. Красивые. С фарфором чешским. С коврами. С топчинами. А там с картинами. Уже? Мы вообще купим. То, зачем я сюда пришел? Чего я с вами гуляю? Вот, кстати, велосипеды. Здесь Ростислава купили велосипед за 150 тысяч сумм. И он до сих пор на нем счастливо катается. Да, Ростик? Причем четырехколесные. Два креса мы сразу скрутили. Спасибо. 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 Ну, которые боковые такие маленькие детские колеса? Почему? Потому что тебе надо было научиться кататься, как взрослый. Папа, я тут любой уверен, да? Это стекло. Лопнуло стекло. Может, и на стекло наехал? Ага. Я думал, кто-то петарду взорвал. Такой хлопок был на весь район. Все услышали. Да, это колесо лопнуло. А ты почувствовал, как под тобой колесо лопнуло? Ага. Побахнуло, да? Пыгнул вот так. Вот так прыгнул. Да, накачали колеса. Теперь ты у нас в пять лет гоняешь, как взрослый, да еще и трюк качишь. Да тебе еще деньги за это платят ребята, которые это смотрят, да? Да. Да, стоять, если бы что-то, а если ты чуть не дали. Мне не дали деньги. Сколько? Две тысячи. Вот так. Привет. Мими-ми-ми-ми. Вай. Какой тут клавесин древний. Ничего себе. Брислав. Он еще и работает. Невероятно. А там-то сколько всего спрятанного у нас. Вы видите? Да, но хотите увидеть больше, ждите следующих выпусков. Или приезжайте сами на базар Янгибад. Неподалеку от Кулюка. А неподалеку от другого крупного базара Ташкента. Станция метро Янгибад, кстати. А ты сюда приехал за книжкой ведь, правильно? Казаны. Банки для массажа. Шашлычок несут кому-то. Техника пошла. Айфон SE. Айфон SE. Так, мы с тобой, мне кажется, надо было по змейкой идти. Да. Пойдем здесь, если что, там увидим интересное. Туда пойдем. А здесь чайничка большого нет для меня такого, как я хотел? Что, у нас тебе два чайника, что ли, будет? Но мне мой больше нравится. Тот, который. Мне жалко, что ты у него крышку разбила. Да я его видел. Больше бы, побольше. И этот с золотом. А у меня без золота. Мне вот эти ваши золотые коемы не нужны. Я человек простой. Хожу с базарной тележкой. Ух ты, классно какие ботинки. Он с американским флагом, кстати. Себе крупачи и вон туда, и с змейкой. Вот, кстати, матрасы. Подобные матрасы. А вот по толщине, кстати, вот такое продается. Как у нас, ну, нам на кровать. По ширине. Не совсем. Не совсем, все-таки. Это вата, а у нас кинтепон. Нордишки. Нордишки. Вот чайнички, чайнички, чайнички. Чайнички, чайнички. Вот красивый чайник. Вот, вот этот. Без золота. Блин, еще меньше, чем... Зато какой красивый. Очень милый, очень милый. С пахтой. А, вот этот, да? Нет, надо, чтобы он был с пахтой. Вот, вот синий такой. Да, с пахтой. А, вот это есть, да. Самый большой, это вот такой, да? Значит, погляди, какой там самый большой. Такой же мы взяли. А у нас так... Да. Ну, вот этот красивый, вот он. Вот он, без золота, без всего этого. Вот такой я хочу. Бери. Бери за 15 мне, еще один чайник. А тот пойдешь, вот сейчас встанешь где-нибудь здесь и будешь продавать. Ой, какой красивый, а? Какой чай вкусный будет из него. Вот такие вот сувениры взять. Вот, прям керамика. Настоящая, руколепная. А как звенит. Я как его взял... А, стоп, у него крышка не закрывается. Подожди, подожди. Ну, потому что ручная лепка, поэтому не закрывается крышка. Ну-ка, проверю, у того крышка закрывается? Ну вот, ну как же так. А может, другая крышка подойдет? Ну-ка, попробуй вот сюда поставить. Идеально? Да. Вот, идеально. Давай попросим. Простите, а можно вот эту крышку взять? А то это не закрывается. Вот, я кручу, кручу. Спасибо, Оке. Какой вы сильный. Вот, а эту заберите. Ага, спасибо большое. Буду чай пить и вас вспоминать. Соболинь, какой сундук! Ты посмотри, раковины, раковины. Нам, в принципе, другая раковина подойдет. Слушай, ну, неплохо, неплохо, в принципе. Баульши? Ну что, вот тут вообще 70 тысяч сумм стоит. Ну, сколько это? 350 рублей. А такой же 90 стоит. Тот мятый разве? А, да, помятый немножко. Он достаточно, достаточно чистый. Так, ты запомнила? 90 тысяч. Надо будет еще поискать саму сантехнику и посмотреть. Вот размеры бы еще. А это что за чудо такое сливное? А, вон, кстати, да, аккуратненько. Вот это прям вообще хорошенькое. Но она, кстати, тоже, наверное, где-то 1090 стоит. Она легенькая такая, хорошенькая. Понимаю? Очень хорошо говори. Я... Ях стили, ях стили. По-русски я сказал, но ты был... Не, я думаю, я думаю, 150. Просто вот это такая же, да, 90. Да, да. Борис Эликмин. Да, да, да. Раз, и исчез ребенок. Ты куда убежал от нас, Росиков? Вот здесь тоже начинается базар. Инструменты. Инструменты. Сантехника, наверное, там будет. Так, Ростик, банан хочешь съесть? Давай по банану слопаем. Да, но ты и шкурку только трогать будешь. О, бассейны. А что, 450 тысяч всего? А что, вот когда ребенок маленький совсем, что-то лег с ним. Вот когда ползут все, ползутки до года, можно в таком же смысле с ребенком ухи. Классно. Спасибо. Сколько бананов съела обезьяна? Ну, тележка. Пойдем. Где тележка? Да. Иди быстренько. Ростик, ты что, тележку бросил? А здесь в Узбекистане не воруют. Здесь она вместе стоит. Да. Здесь люди воспитанные. Где я стоял, там и заберешь. Пойдем к питьку-то. Ростик, ты что делаешь? Ха, балаклавы. Утюжочки. Тебя надо мусорку найти. Когда ест, давай мне свою шкурку. Я поищу мусорку. Ой, здесь хорошо так, прохладненько. Что туда? А туда? Или чего? А чего там, интересно? Я думала, там сантехник где-то. Сантехник где-то. Да, она где угодно, может сказать. Хотя лучше, конечно, спросить, сориентироваться. Давай быстренько пробежимся тогда. А то у меня мебель, мебель там начинается, да. А, кстати, шкафы. Нам же шкафы еще надо, точно. Я раньше тут только не находила. И дождь из Габана, и манго. Еще когда у нас в России его не было. Когда еще только думали, мечтали о том, что оно у нас когда-нибудь появится. Ну, потом у нас все убрали. А вот, кстати, тены. Если плитка сломается, можно же прийти и взять. Двигатель везут. Где-то двигатель спилили, вот видишь как. Кафесечка, смотри. Еще одна. Ой, здесь-то, ой, какой здесь раздол. Раздолье, движки. Ничего себе. Красотища. Да? Запрыгивай туда. Вот, смотри, какие болты. Вот, какие папусы тут, вон. Гляди. О, какие папусы. Вот, смотри, какие папусы. Вот, чем надо было крепить этот кондиционер-то внешний блок. Крики. Мы же не только ради себя ходим, но и ради зрителей. Ради подписчиков, ради интересующихся узбекской культурой. Сварочный аппарат, какие красивые прям. Я прям скучаю по-своему. Так бы и варил целыми днями что-нибудь. Ты воду из банана получил. Подкачивать сразу что-то? А, кроссы, цепи. А, вон там цепи, кстати, для велосипеда можно было взять. Ну, тут можно сразу позакупиться. Вон, водичка, все, есть лимонадики. Но она будет дороже? Да я не знаю, может быть и не сильно. Не сильно-то дороже. Здесь вообще редко так бывает, что где-то продается сильно дороже, чем в другом месте. Разница может, ну, там, в тысячу сумм будет всего. Слушай, он, по-моему, бесконечный вон туда. Вот, вельк починили. Так, ладно, там гири были. Чего, пойдем. Куда мы идем? Где мы вообще? Куда мы попали? Ого! Ничего себе! Классно! Вон туда, насквозь можно пройти. К сантехнике, наверное, какой-нибудь. Вау! Чего тут только нету. Хотите робота стального гиганта, соберите. Можно ракету Илона Маска собрать. Ой! Что? Да, мне кажется, здесь можно стального гиганта собрать. Классно! Ой, твои любимые инструменты, да, Ростик? А, это порция, ты сейчас. Ооо, а есть еще что-нибудь? Поменьше? Поменьше, да. Мне нужна только одна плоская маленькая развертка. А где он? Ты отсюда, я болею! Ты отсюда дорос? Уже почти до инструмента дорос, да? То есть тебе купить его надо? Угу. А сколько у вас стоит набор? 120. Чего так и естого? Ну так и естый, сколько купил дымный. А-а-а... Даже надо отдаются за большинство. Угу. вперед или вам туда иди хочешь поищи себе так и скажи что ты хочешь выбирать со мной сантехнику шахматы сам собой мечта твоя 370 блин слушай-ка они же уже на стойке шикарно вот вот уже сразу мойка ну промышленная тебе у тебя столько посуды каждый день скапливается вот тебе промышленную мойку и поставим а еще и двигай туда ничего себя насколько миллион четыреста что-то а вы продаете здесь а сколько вот это мойка это у нас до 50 долларов так а если на нее еще взять ну да там смеситель с этими с двумя вертушками допустим да сколько он будет стоить примерно самые дешевые 70 тысяч 50 тысяч секунд о хорошо о вот уже со шкафчиками ё-моё вот они шикарно только вот эта цена только за верхний или за комплект так осторожно-сторожно-сторожно что-то грузит все пройти невозможно вот ванну грузит а это за комплекты или это только верхние только за вот эти цены то есть 340 это вместе со шкафом а а смеситель отдельно стоит все вместе за 340 подарок просто подарок а я но здесь без полочки ну можно туда ну там что я будет сифон вон там ну что-то сюда мелкая поставить на когда а вот это тоже большая да слишком вот это маленькая да а можно будет если что вместо этого смесителя взять смеситель с двумя вертушками можно выдать я устал чинить покажи этот самородок ну давай давай самородочек таракани как раз для нас какая тебе ванная нужно новая у тебя же дома есть ванная большая ты там даже плавать можешь слушай ну классно что можно прям комплект взять представляешь шкаф меситель раковина и все за триста сорок тысяч что это такое я один только смеситель видел за триста сорок тысяч вон ордишки о пахнет сапожной мастерской кожа это все кожа натуральная кожа а здесь для ремонта наверное а на заказ обувь шьют ой здесь есть сапожные которые обувь шьют отдельно целиком из кожи они полностью под ногу делают да ну как не под ногу а какой разметом скажите мы вам сделаем а где он находится сегодня я не знаю он выходит или нет просто свод вообще-нибудь очень заходит за 500 тысяч даже если из кожи себе частную модель обуви на ноги сшить за 500 тысяч за триста тысячи рублей а вот скажите как у нас кстати как мы там посмотрели а сколько стоит вот этот комплект ой щас хорошо проходите это не раковина это ванная угловая угловая ванная красотища красотища велосипед не мы уже нашли вон нет ну сместитель нам по меня ну другой поставить а цвет другой можно да мне только еще увести его надо будет как-то его наверно можно будет раскрутить для красота с двумя вертушками а подойдет подойдет до вас чтобы двое летушка было и все шланги тоже идут супер по цвету 5 лет гарантии это это так просто это шутка вот по цвету выбери иди какой тебе нужно а я в комплекте собранный возьму вот такой смотри ты выбрала а какие они саморезы тут еврики на евриках так давай проверим четыре ножки вот хоп-хоп достань у меня пожалуйста кошелек здесь дырки высверлены да уже конечно готовы туртьюз туртьюз вот обычная дешевая не gopro со 100 долларов через интернет магазин сделал вот кудрявый кудрявый влог какие тележки тягают кудрявые 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 подписаться да подписаться если хотите можете не подписаться я не заставляю я хочу подписаться приятно было познакомиться спасибо как вас зовут ибрагим ибрагим пропустим дяденьку с точкой ну все до свидания саламат буллин нравится тебе ну спой песенку какую нибудь иди так сейчас я хочу подвесну чем это лучше будет она корейский сериал смотрела думала это легко кушать я не знала что она такая острая будет ага вот спасибо до свидания до свидания всего хорошего пойдем рассижка барабанщик вау ничуть холодильник с замком роська холодильник с замком смотри какие классные слушай они такие прям восстановленные свеженькие но беленький какая красота ребята раритетища вот здесь сколько холод устанавливается мягенько закрывается так смотри вот так вот так подвигается стаканчик ставится как-то здесь наливает ока серьезно он высасывает отсюда и наливает здесь стакану холодный лимонад а почему сейчас так не делают в холодильниках блин вот этот вообще красавчик он такой классный мне кажется вот в ядерную войну ты в него залезаешь и тебя никакая радиация не берет ну смотри всякие смазочные материалы красотища экстремальная экономия в Ташкенте экономим на такси экономим даже на тележке нормальный вот сразу видно туристка муж артист жена турист слушай я тебе знаю что скажу что я не смогу по базару теперь с такой тележкой шарахаться долго а вы туда? да ребята вы меня простите но я наверное не смогу вам показать остальную часть базара потому что я уже нагружен тяжелой тележкой мебелью и раковиной давайте еще немножко прокатимся насколько хватит терпения и сил ну видите сегодня отделы многие закрыты вау потому что будний день вау какое прям хакерский хакерский прям плейсейшн 2 ничего себе первая плойка плейсейшн о кстати третий а третий по чем у вас ну 2 миллиона это дорого ребят за прошитую плойку третью сейчас это уже дорого хотя конечно они становятся раритетами постепенно но все равно там в москве например можно вообще за тысяч 10 мне кажется найти рублей тысяч 10 рублей найти прошитую плойку хорошую хотя опять же я давно смотрел наверное цены выросли потому что уже давно с производства и они сняты прошиваемая серия уже давно не выпускается да года с 11 по моему раритетная штука у меня была такая жалею что продал но в свое время это был необходимый поступок чтобы не засиживаться за видеоиграми а вот кстати карта да не знаю а вон прям есть цыганский павильон написан наверху оранжевым вот карта базара а где мы я что-то не понимаю ну ладно мебель посмотреть хотела ну ну хочешь давай попробуем здесь пройти о о это же наша восьмерочка красненькая ростик ляльки был да когда мы ее продали у нас такая машина была ростик нет в россии да 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 ну еще ребят вот моя полезная нагрузка проверим как я выгляжу вот такая вот система глупенькая простенькая но рабочая оба поехали а лишь бы тележка выдержала этот переход вот тут уже сразу сопли в подарок начальь классное местечко пойдем выход вон там досточки оаааа Это царство стиральных машин. Все, что хочешь. Samsung, LG, Indesit. Установленные, а может быть просто нерабочие. Шикарное место для отдыха. На солнышке загореть. Ребят, эта тележка, это просто... Из чего она сделана? Из какого-то, наверное, вибраниума? Она выдерживает абсолютно все. Ты хочешь, чтобы я пошел с тележкой вот туда? Ты у меня такой любопытный, да? Так все хочется потрогать, посмотреть. Ух ты! Сюда электрод вставляется и металл сваривается. Пш-ш-ш-ш. Ну, что ты тут все рассмотрел? Нет, не знаю. Для инструментов мне нужно такое. Вот, для покраски. Базар просто гигантский. Мы его за сегодня не обойдем. Тем более, вот с такой тележкой, с раковиной, с мебелью. Просто приезжайте сюда. Если хотите почувствовать аутентичность восточного базара, лучше, конечно, приезжать в выходные дни, когда очень много народу, когда можно потолкаться, почувствовать все запахи людей. Вот, знаете, прям шкурить свои почувствовать. Выходные дни обязательно. Потому что в будние дни, ну, ребят, как-то скучно. Ну, чисто как будто на обычный базар. Мы пришли что-то купить. Нет вот этой движухи, нет вот этого течения людей, которые тебя просто несет. Ну, вы мне напишите в комментариях, если вы хотите, вот, то я вам еще раз сниму базар в выходной день, чтобы вы поняли, что я имею в виду, когда я говорю течение людей, которые тебя несет. Это краны, козловые краны. Козловые краны называются. Козловые краны. От слова козел. Козловые краны. Вон он, видишь, движется, Рост. Как тебе вам нужно, вверх такти? Нет, спасибо, Аке. Он, Айрон, мешает. Вау, классно. Так, приедем аккуратненько. Ну вот, мы приближаемся к выходу. С другой стороны, кстати, вон там тоже какой-то базар. Видишь, там можно стройматериалы покупать, видимо, оптом даже, металлоконструкции. Он гигантский, на самом деле. Здесь есть промышленные, непромышленные. Короче, ребят, что тут только нету. У-у-у, какая дорога, как раз для меня. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Типа секретики алкашные, да? Да, да, именно. Ну, как тебе моя идея с прицеплением камеры? Да, запасовку, которую вы пробили. Опа, авария! Бам! Что-то твои веревки какая-то... Раскладились. Какая-то... Фигня. Хорошо, что дядя-продавец замотал скотчем нашу конструкцию, нашу тележечку. Спасибо большое, океапродавец, если ты видишь. Если ты смотришь это видео, спасибо тебе большое. Твоя конструкция над скотчем выдержала и очень нас выручила. Мне кажется, здесь дома люди просто уже выкупают или просто используют, как, знаешь, эти магазины для продаж и товаров тоже. Вот так вот мы с вами прогулялись где-то 2,5-3 часа. Я думаю, на монтаже будет гораздо меньше. Было круто, как всегда. Настюх, идем, расскажешь то есть впечатление. Скорее ножками, пожалуйста. Времечко идет. Люди у меня, которые смотрят, они не любят длинные видео, они любят, когда все резко нарезано, чтобы побыстрее, побыстрее, мы торопимся, мы все время бежим куда-то жить. А надо не бежать, надо приезжать на Янги-бат и просто гулять, медленно на пешечном гулять. Как в музее? Слушать запах, трогать все, стирать пыль с древних артефактов. Факт-то. Человек расскажет, что-то у вас, что-то все должно вероятно. Ну давай, свои впечатления, рассказывай. Какую идею походить в советского времени. Почему тебе? Чем тебе нравится Янги-бат? Так что барахла много, можно все только припалять. Ну не только старые, можно и новые, да, вы смотрим? Ну да, и новые, душе мы все на Антали-совы. А выбор? Большой, ребятки, да, выбор? Да, да, все выбор. Мы даже на Куэлюк не ездим. Вот видите, по-за Куэлюк, да, мы что-то там вообще-то не ездим. Там что-то новое все равно, а мы что-то на Энги-бат. Ну потому что Энги-бат на самом деле еще и ближе находится. А там, по-своему, неподалеку, в следующем 16 метро уже Куэлюк. Торговый центр полпыта. Наш маленький Абу из Мультикал-1. Какой-то песочный горку сбил, успел. На Крести сидит, кайфует в Ташкенте. И мы кайфуем в Ташкенте. Приезжайте слифовать вместе с нами в Ташкент. Давай. Ташкент-сила! Ну, пишите комментарии. Давайте лайки ставьте. Подписывайтесь нафиг. Ну, нафиг не нас подписывал. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Смотрите на прекрасную руку моей жены. Если вас интересуют стоматологи в Ташкенте и медицина, у нас есть предыдущие несколько роликов про медицину в Ташкенте, в том числе про стоматологию. Под видео есть ссылочки, кстати, на мое музыкальное творчество. Классическая инструментальная музыка, достаточно много композиторства. Залетайте, бесплатно послушайте. В свое удовольствие. Мне бы хотелось, чтобы это приносило кому-то радость. Вдохновение, обязательно вдохновение. Все, чао-какао. Все, чао-какао.